Так, а вот пишет следующее, Лев Иванов пишет, это о голодании, о разные, вы откликнулись, о голодании, разные результаты, так оно называется. Вот что он пишет, у меня только положительный опыт, в прошлом 17 году он заново почистил кишечник и печень, позже 2 раза проголодал 3 суток, в мае проголодал 10 суток, и у меня это больше впечатлило, чем все чистки, которые я делал в прошлом и настоящем. Вот смотрите, сейчас я сразу прокомментирую, дело в том, что вот эти все-таки чистки, проделанные накануне голода, позволили, как бы сказать, разрушить предварительно организм, подготовить его для того, чтобы он, как бы сказать, не делал ту работу, которая была уже сделана чистками, а сразу же включился на более, грубо говоря, такую глубинную работу, ну, как бы сказать, не разгребал завалы внешние, а уже больше приступил к очистке, нормализации функций, так сказать, внутренних, понимаете? Поэтому, вот эта все-таки работа, проделанная перед голодом, это очень большая вещь, которая способствовала тому, что голодание вот так вот, знаете, вот так вот, опа, прекрасно прошло. То есть, если бы не было чисто ни толстого кишечника, ни печени, да, то и не было такого вот результата. Значит, изменения произошли не только в теле, но и в разуме, и около телесном пространстве. В восстановительный период пробовал пранаяну, хастрика. В принципе, то же самое, что дыхание и счастье. Несколько это иные вещи. Крутая вещь. В сентябре хочу проголодать 20-25 дней. Все по инструкции, в книгах, о голодании и видеосоветах на канале. То есть, я имею в виду, наверное, на канале этом. Цель – очистить кожный покров от кое-чего некрасивого. После 10-дневного голодания восстановился кишечник раньше раз в 3 дня. Теперь опорожнение 1-3 раза в день. Что не смог добиться чистками и растительным питанием и прочим. Ну, чтобы не забегать вперед, я хочу сказать. Смотрите, что когда человек голодает, то важно понимать, что человек-то строится с уровня духа, он выстраивает различные оболочки тонкие, которые потихонечку, потихонечку становятся более-более грубыми и, наконец-таки, заканчиваются телом. То есть, строительство тела и его функций идет с того уровня. То есть, то питание совершенно иное. И вот, когда разблокируется вот этот вот канал, а не за счет того, что человек думает, а, надо есть, 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 да, питание – это хорошо, но существует иное питание. То есть, еще надо просто себе уяснить, есть питание телесное, оно будет, конечно, как-то там и, грубо говоря, на более тонкие наши тела влиять. Но основное то, построение организма, вот та энергетика, которая строит организм, она идет не от питания за счет пищи, а совсем с других источников. И в частности, одним из таких источников сложит у нас дыхание. Поэтому дыхание, вернее, голод разблокировал вот эту функцию, позволяет, значит, через дыхание получать такие результаты, такие ощущения, которых раньше не было на обычном питании. То есть, на обычном питании дышишь, что это как, допустим, вот дыхание счастья, но оно примерно как стрельниковое. То есть, стрельниковое дыхание, это так. А тут я без рук. Я могу дышать за счет выдоха. Видите, у меня не происходит ни накачивания, ни задышки, ничего, потому что я правильно это делаю. Это вот как раз дыхание, очищающее полевую форму жизни. Или дыхание счастья, как я его назвал. Крутая вещь, да, это в основном энергетика накапливает. А бхастрика пранаяма, это не что иное. Я просто демонстрирую. Бхастрика пранаяма. Меха. Значит, тут выдох. Ну, через нос. Подтянули живот. Руками я делаю для того, чтобы вам было понятно, что тут уже плавность влияет. Плавность. Глубокий, плавный вдох растянутый. Глубокий, плавный выдох растянутый. Это вот кузнечная меха, как бы сказать, тут нагоняет. Вот, то есть, через дыхание, дыхание, об этом как-то я более подробно поговорю, мы снимаем энергетику, которая необходима для того, чтобы, будем говорить, вот эти вот различные функции в организме, они были более активны. Плюс дыхание позволяет еще там и снимать такую энергетику, которая наше эфирное тело там строит. это тоже, то есть, это поля, строятся поля из энергии. И для того, чтобы они строились, необходимо совсем иное питание, такое, можно сказать, энергетическое, которое энергию берет. Так вот, голодание разблокирует вот эти вот различные вещи. И мы на голоде, когда не поступает отсюда питание, мы начинаем вот эти вот механизмы мощно работать. И поэтому мы их можем так вот ощутить очень хорошо. Поэтому, вот, дыхание так делать. Далее, смотрите, после 10-дневного голодания восстановился кишечник. Раз, вот, теперь опорожнение 1-2-2-2. Что тут происходит? Тут, вот, будем говорить, произошло нормализация. Чтобы кишечник вообще заработал, опять-таки, у нас существует, смотрите, грубо говоря, там так вот, различные градации идут. Физическое тело, в основе которого лежит шаблон энергетического тела, оно называется эфирное тело. Далее лежит, значит, энергетическое тело, проническое тело, его еще называют. А дальше лежит, как бы сказать, эмоциональное тело. Эмоциональное тело, будем говорить, вот оно через... А еще дальше, за эмоциональным, грубо говоря, умственное там тело, так, кратко, не вдаваясь в подробности. Так вот, смотрите, что происходит. Если эмоциональное тело у нас, ну, будем говорить, разволновалось, вышло из нормального состояния, за счет эмоций, слово эмоции, означает волновать. То есть, они взволновали вот эту энергетику, а эмоциональное тело и остальные, это потоки энергии. И вот эти вот потоки энергии от наших эмоций, особенно от черт характера, они просто-напросто, знаете, становятся искаженными, неправильными. И в итоге, в итоге, та функция, которую они обслуживают, ну, например, толстого кишечника, она не делается. Так вот, когда человек поголодал, он тем самым, тем самым, что голодание делает? Голодание, в первую очередь, расслабляет еще, понимаете? Оно расслабляет. У вас совсем по-иному начинает работать ум. То у вас работает ум, знаете, как бы сказать, вы там волнуетесь, а-а-а, вот это, что я поел, не поел, вот деньги получил, не получил, то у меня получилось, то не получилось. Когда начинает человек голодать, это становится несущественным. Существенным у него только одно, грубо говоря, там, задача, как бы сказать, основная ставится, как выжить. Остальное все несущественно. И поэтому эти все вот эти вот зажимы, полученные на вот этих вот вещах, они просто-напросто, только хопа, растворяются и исчезают. Раз они растворились и исчезли, значит, функцию, которую они обслуживали, она начинает самопроизвольно восстанавливаться. И тогда вот кишечник работает, чего не мог добиться чистками и растительным питанием и прочим. Потому что, потому что все это направлено, якобы, на нормализацию физического тела, а проблема-то в эмоциональном, то есть в более тонких телах, где надо-то и поработать. А это не делает, а голод сделал. Восстановился биоритм, вечером появляется желание спать, раньше в 3-5 утра. Сплю значительно меньше, чем раньше. Это интересная вещь, потому что, когда организм становится чистенький, знаете, то он быстрее заряжается, лучше пропускает через себя энергию, меньше устает. Поэтому такой интересный результат, все восстановится. 4-6 часов. И еще заметил, что на коже больше не появлялись пупырышки, запитых пор, как ежик. Кожа дышит. Вот это очень хорошее такое наблюдение. Значит, кожа, вот тут бывает, знаете, вот эти вот такие пупырышки, у некоторых аж просто как гусина, то есть вот то, что должно было выводиться через кишечник за 3 дня запора, а смотрите у нас, если посмотреть, как там лепестки зародыша закладываются и с чем они связаны, то оказывается лепесток, отвечающий за легкие, за толстый кишечник и кожу, вернее, все эти 3 вещи формируются из единого лепестка. И поэтому это все, как бы сказать, связано. Если плохо работает кишечник толстый, значит, включается дыхание, через дыхание, через носоглотку пытаемся выделить, и, естественно, через кожу. И кожа становится несмойчивой, вместо того, чтобы она такая гладенькая была, значит, красивая, она становится вот такая пупырчатая. То есть под ней скапливается огромное количество разного рода шлаков. Естественно, через кожу тоже снимается энергетика. А раз там стоит шлаковый барьер, то толком ничего не будет. Поэтому это очень важно. Кожа дышит. Кожа не столько дышит, через нее идет, понимаете, вот как клетка. А мы с вами представляем клетку. То есть клетка окружена мембраной, через которую идут к нам вещества, и которая, грубо говоря, является таким энергетическим, ну, будем говорить, приемником различным там, то положительно заряжена, то отрицательная и так далее, за счет этого пропускает, не пропускает внутрь клетки. Так точно и кожа, это только в большем объеме. То мы были, грубо говоря, яйцеклеточка начала там делиться, она одна была, окруженная. А этому уже большой организм, аналогично. И если у нас кожа плохо работает, естественно, у нас не хватает энергетики, слабый иммунитет и прочее, 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 прочее. В теле легкость и постоянная бодрость по сей день. Да, когда, значит, вот именно голодание дает ощущение, потому что ощущается жидкостное средство организма, очищается там лимфа и прочее, прочее. И вот это все воспринимается, знаете, вот физика там и химия, они борются за то, что все эти полупроводники, которые пропускают энергию, да, там транзисторы, резисторы и прочее, 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 были как можно чище. И тогда они работают, о, как! Естественно, наш организм представляет собой нечто подобное, кристалл, который сосет энергию, да. И если этот кристалл грязный, то что будет? А если он, понимаете, алмазно-чистый, алмазно-чистый, ощущается такая мощь неудержимая, понимаете, неукротимое здоровье, ты не устаешь, ты устаешь, ты работоспособен, ты ощущаешь такую радость, ну, примерно, как я сейчас. Вот что дает нормально проведенное голодание. Значит, в теле легкость и постоянная бодрость и последние. Кстати, я сейчас только приехал из Ольгинки, маханул где-то 550 километров за 8 часов все. Ну, видите, я перед вами сижу и... Ля-ля-ля-ля, бла-бла-бла-бла, да? И главное, какое-то приятное спокойствие, иногда и безмятижность. Этого я даже и не ожидал. Вот это еще более главные вещи. Приятное спокойствие. Жаль, он тут не описывает свои сны. Если человек голодает, как правило, начинают сниться сны, и он просто видит, что от него отходят разного рода какие-то там нелепые существа, люди такие, знаете, какие-то вот такие вот, вот, вот это вот. То есть, человек на тонком уровне облеплен разного рода паразитами. Это даже не материальные паразиты, это тонкоматериальные паразиты. Вот которые все его сосуд, куда-то его направляют, тут надо закурить, тут надо пожевать. Кстати, на пляже сидел, и жена говорит, слушай, ты посмотри, они постоянно жуют. Горячее.